всем здорово сегодня решил сравнять цепи мотоцикла покупал такую цепь вроде бы тайвань джек спок это ли как она там читается эта фирма пишут модель in таиланд ну продавец вроде бы как говорит что типа тайвань здесь это усиленная 130 звенью я два звена отрезал потому что на кп 200 128 и как раз на отрезанных звеньях сейчас посмотрим что почем тут по качеству это усиленная тоже родная чеха чокачи чеху на кп 200 завода стояла тоже усиленная вот она я уже снял отрезал тут чуть-чуть это родная 428 аж аж это усиленная сейчас мы сделаем замеры это цепочка прошла 8000 пробега но нас изначально была неравномерно растянутая поэтому как-то так потихоньку потихоньку и проехал 8000 на ней если бы была равномерно растянутая возможно при больше отъездил но так как она неравномерно растянутая натягивает такую цепь не очень комфортно решил поменять вот смотрите от это 8000 пробега вот так она состоит вот так она состоит с этой части потом вот с этой части ну все так довольно довольно плотно хоть и пробег был большой все более менее плотно минимальный люфт это основе с новой цепи джет спок это сейчас по замеряем все все толщины от этого всего тут должна быть заводская смазка сейчас посмотрим я еще не снимал смотрите заводская смазка есть то есть при покупке цепи новой и и не надо мыть ни в коем случае мыть не надо там соляркой бензином мой спиритом потому что она завода цепь смазана вот она видно даже цветом отличается здесь смазана давайте посмотрим под пальцем ой под втул как его под от этой смотрите тоже смазана то есть при покупке ни в коем случае не вздумайте мыть вымывать там и заново смазывать она уже тут все продумано завода все смазано поэтому такую цепь вымывать противопоказано это же не сальниковая вы только раз помоете соляркой или бензином мой или аспиритом или сальвентом все вымоете вот эту всю смазку и все она будет очень шумная потом шелестеть будет на всю улицу и если вы вдруг помыли вам нужно по любом иметь спрей который под давлением смазывает цепь смазывает цепь она под давлением залетает сюда 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 если у вас такого баллона нету для смазки цепи то даже не пытайтесь мыть цепок сейчас сделаем замеры давайте померяем ну допустим собачка чеха ну чеха уже бушной смотрите ну просто сравняем толп толщины двух разных производителей 0.84 0.84 тут потоньше вроде бы или нет где-то на 70 здесь на 70 потоньше так давайте сравняем вот эти втулочки так на чеха толщина 4,41 и тут на новой цепи 4,52 ну опять же это на новой цепи тут а втулка потолще а ну-ка еще тут 4,50 тут над этом комплекте который соединяет цепь дополнительный этот комплектик а это уже с самой цепи джетспок так давайте померяем толщину вот этих пластинок вот так здесь пластинка 2 миллиметра на чеху так и здесь пластиночка ну грубо говоря тоже наверное 2 да и тут 2 обе усиленные поэтому тут по 2 миллиметра толщина так опять джетспока давайте померяем вот эти круглые бочонки 8,46 так на бушные цепи чеха 8,42 и так на джетспокет давайте померяем вот эту примерно примерно 1,10 так на бушные чеха примерно 1,10 ну вот как-то так либо износилась либо вот скорее всего изношена скорее всего изношена потому что ну все таки пробег так 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 давайте померяем на чоку вот эту еще стеночку 0,85 0,85 а здесь на новый джетспокет джетспокет еще тоньше не пойму что-то короче 0,75 вроде бы примерно 0,75 ну перемеряешь что-то не очень верится либо тут зазубни после болгарки 0,80 все равно толще 0,90 0,85 короче ну толще я вам скажу 0,85 0,75 0,75 0,750 0,75 0,75 0,75 такие дела что вам еще показать как оно так вот так оно смотрится примерно 360 гривен стоит а это где-то 460 гривен на 100 вот этот джейтс покет дороже разница гривен 100 так что ребята я вам повторю еще раз если покупаете новую цепь то ее ну пока я не знаю как другие фирмы и конкретно в этой фирме смазка имеется уже в цепи ее повторно в повторной смазке она не нуждается первые 500 километров она не нуждается в смазке за другие фирмы я не отвечаю и что еще хотел вам посоветовать без сальниковые без сальниковые цепи никогда не мойте их солярками всякими потому что вот это все вымывается и так просто потом смазать вот эти внутренности не так просто если нету баллончика специального для смазки цепей если есть то еще в принципе можно помыть а так мы а так смазывать трансмиссионка вы так качественно не сможете потом если вы моете солярочкой она будет шуметь очень шумная будет потом после мойки ладно у кого какие вопросы пишите не звоните комментируйте лайки подписывайтесь до новых встреч пока